всем привет всем здравствуйте сегодня здесь с вами катя мирошниченко это значит дизайн сегодня у нас заявлена тема такой фьюжн гламурный блестящий маникюр конечно летом сейчас как бы текущая ситуация лета не новый год но у нас уже часть выпускных прошло вот все равно я так думаю еще до конца июня будут какие-то выпускные у тех же университетов да потому что они выпускаются позже гораздо поэтому можно рассмотреть и дизайны которые сегодня показывает например предлагать таким вот студентам плюс сейчас время свадеб многие не только невесты но и сами приглашенные родственники на свадьбу подружки невесты тоже часто решаются сделать какой-то экстравагантный блестящий нарядный маникюр так людьми словами на сегодня прям такой нарядный маникюр я правда здесь такой бардак сейчас я покажу варианты которые сегодня делала есть принципе даже почти минималистичные варианты смотрите чем по мнению минимализм да и рискаешь таки откровенно блестящие и так дизайны кстати простые легкие комфортные мне вот этот нравится прям не могу я его причем испортила это я сейчас инстаграм показывала я его запорола забыла нанести прайм топ на цветной лак мне кажется еще офигение получилось от этого все супер и так поехали фьюжен сегодня у нас тема фьюжен блестящий маникюр начнем с первого очень люблю два гель-лака блестящих поэтому когда тема идет о чем-то таком вот именно гламурном это номер 443 и 442 обожаю эти два гель-лака они просто великолепны они великолепны один вот чуть более блестящий 442 он такой чуть-чуть с пылинкой до припыленный за счет эмали пишите у кого какой более любви любимый я затрудняюсь выбрать катя что за божественный цвет но я как всегда видите тестирую на себе то что она мешала сама выхожу тестирую протереть то видите под матовым топом новые оттенки bass тестирую кстати как вам вот такие эти штучки что там мои технологи кстати юля посмотри что пишут люди говорят катя что за божественный цвет на правой руке технологам не нравится запишите контакт этого человека да я запишу это задам его в качестве сделано да татьяна владимировна мере вы смогли оценить всю красоту вот видите вас юля донченко пригласила прийти модели протести до лично протестировать данный цвет вот пишет юля нижнятинка я вам сказала что есть мастера и клиенты кому такие всякие вкрапления нравятся оля зайди в эфир в контакт проверим я слетела или нет из эфира я только что прошел звонок и сбил мне весь этот и папе моему скажи чтобы он мне не звонил сейчас проверь сначала слетела ли поставьте плюсики если эфир продолжается или он завис потому что только что позвонила мне мой любимый папа так ну что я выбираю 443 не знаю как вы я за 443 цвет ну что висим или нет попроси кого-нибудь еще в контакт выйти проверить так поставьте плюсики у кого не висит эфир ладно работаем дальше вроде есть у кого не висит норм короче я выбрала отвис до отвисовки чуть с этим контакт и уже есть самолетик себе поставила папа мне решил позвонить 443 цвет я выбрала вот сейчас покажу такой необычный гламурный маникюр он такой может быть с элементами абстракции смотрите берете по кругу делается небольшое отверстие цвет наносите именно по кругу нанесли сушим предлагаю для вот этой гламурности и блестящий стиль использовать либо вот этот слайдер цветочный дым и второй слайдер который как раз не хотела взять он еще наверно более блестящий это мрамор золото прям вот кто осенью покупал эти два слайдера вспомните про них когда вам нужно сделать что-то нарядное гламурное потому что блестит офигенно главное правило из-за того что смотрите здесь фольга большими кусками она еще плюс сделано со смолой чтобы фольга не трескалась не мутнела что такой эффект объема был работать нужно только со штампиком и так поехали ну понятно сначала мы дополним все это рисунком ручным так как я хочу чтобы рисунок был из фольги и что фольга отпечаталась только на сам рисунок не на всю поверхность гель-лака я защищаю поверхность прайм-топом я перепробовала все топы если вам нужно быстро сделать рисунок и отпечатать фольгу я рекомендую наносить именно прайм-топ его достаточно просушить одну минуту и тогда смотрите фольга отпечаталась идеально на прайм-топ на рисунок и нигде нет ни погрешности есть ни одной погрешности поэтому прям запишите себе как основа под фольгу классно правильно и закреплять им офигенно классно особенно какие-то знаете с большим количеством элементов когда покрытия идут декоративный когда там куча всего и поверхность оказать вся неровно вот прайм классно выравнивает поверхность я тоже его наносила смотрите ведь ровно даже по блику видно что как хорошо выравнил всю поверхность так одна минутка напоминаю мультипл гель мы когда купили новенький фольгу не срываем вот открыли у фольги дырочку сделали и только вот в эту дырочку залазим и играем нужное количество и работаем с палитрой так и прежде чем здесь доработать в конце дизайн слайдером я предлагаю добавить рисунок прям вот по этому отверстию причем можно где-то идти по отверстию где-то рядом где-то это может вот так переплетение идти все нарисовали 30 секунд кисточку сайте вытирается обязательно евроклинсером потом как поработали прежде чем кистью убирать в подставку евроклинсер иначе этот клей а это реально клей он просто тупо у вас высохнет имейте виду чтобы у вас не высох кисточку будет очень тяжело размачивать она прям вот как будто сполимеризовалась хотя на самом деле она просто высохла так и берем благородное золото либо желтое золото это два типа золотой фольги которые идеально дают контур что при отпечатывали при отпечатывании мультипл с пластины что вручную вы нарисовали рисунок офигенное качество но я предлагаю взять благородное золото потому что на самих слайдеров здесь идет не желтое золото видите а именно вот такое холодное цвет шампанского и даже если никогда вы не работали до этого фольгой она теперь будет у вас идеально отпечатываться можно по несколько раз потом возвращаться допечатывать давить кстати не обязательно как раньше нужно было обязательно давить и здесь давление конечно оказываем да вот но так как у него прям такие клейкие особенности у дисперсии практически такой классический клей он офигенно отпечатывает отрывает видите фольгу с основания так ну теперь берем тот слайдер и в том месте где я хочу сделать слайдер нанесла топ слайдер и я предлагаю с квадратиками сделать до этого взяла светлый квадратик давайте возьмем здесь вот такой вариант есть с темным кусочком тоже мне кажется красиво будет так напоминаю большие такие украшения золотые смотрите они объемные это очень красиво под топом смотрится рекомендуется наносить штампиком поэтому так размочили хорошо перевернули и прям хорошо прижимаете прям прицелили смотреть и вот прям хорошо все тогда он будет хорошо прижиматься те какой красивый вот чем вам не гламурный вариант даже вот такая абстракция она может быть претендовать на гламурность и теперь перекрываем все это финишем прям заливаем чтобы слайдер залить и дизайн залить сушим здесь конечно вот прям просится какая пин пулечка смотрите но она у меня была последняя прикиньте больше у меня только серебра может серебряную приклеим подумаешь пусть будет серебряная да или фигня можно еще страз взять огромный о вот чем у меня квадратик есть короче вот этой ерунды прям на купите себе побольше на алиэкспресс на балдере сейчас этого добра более маленькая тележка продается мне так нравятся вот с этими линиями в сочетании эти штучки объемные не бойтесь их использовать так секундочку ну наверно нужно будет разочек еще пройти они хорошо будут стоять самое главное потом еще раз топом пройти но по-хорошему надо было сначала эту штуку посадить да а потом уже праймом проходить ну забыла вот еще заглянула смотрите теперь просится вот сюда какая-нибудь штучка ну я очень мне всегда сложно остановиться вы же понимаете смотрите ладно еще раз я конечно же топом перекрывать не буду но вы поняли вот и платье такое блестящее с цветом шампанского будет очень красиво вот таких у нас два варианта может быть напомню для этого кайфово и без два цветной дым мрамор и золото и книг пару вот берете либо 443 либо 442 офигенно вот не знаю вот сколько раз дело всегда беру эти два цвета и вот эти слайдеры и если вот смотрите видите лить и еще добавить золотой фольги ну прям очень милашно получаются так давайте следующий вариант чуть-чуть поскромнее ну как сказать сложно назвать скромно давайте сейчас посмотрим как работать голографической фольгой вы сейчас увидеть увидите убедитесь удивитесь о том как роскошно шикарно сейчас работать голографической фольгой что она может отрываться прям сплошным однородным куском давайте возьмем сделаем это на белый фон делаем однотонное покрытие здесь у нас сейчас видно будет и стемпинг и фольга поэтому по-любому мне нужно избавиться от дисперсии поэтому я убью двух зайцев сразу я просто нанесу prime топ гель так сушим перекрываем prime и теперь можно взять две пластины они для вот этого стиля гламурного да скажем так фьюжина очень хорошо подойдут здесь брендовые паттерны а здесь очень много в стиле арт-деко анималистика и просто абстракция просто чтобы был вот этот вот фьюжин выберете либо белый либо черный а в идеале брать что-нибудь перламутровое либо золотой стемпинг либо серебряный стендинг вот я предлагаю взять серебряный потому что в эме золотой степпинг только выйдет но скоро выйдет между прочим так и мы сейчас отпечатаем давайте абстракцию отпечатаем сейчас будет так какие две фольги это роскошная арабеска это просто что-то оргазмическое извините за это слово но другое не подходит возможно у кого-то даже лежит эта фольга и вы давно ею не работали и смотрите вот такая рубленая очень красиво мы сейчас и ту и ту отпечатаем отпечатали правда длина не позволяет мне такой-то обычно беру и допечатывая чуть-чуть так теперь прям по этой поверхности мы берем тоже большую кисть овальную мы также берем гель мультипл мне очень нравится если вам нужен просто кусок фольги я делаю либо один мазок либо два мазка вот так вот в центре один по длине 2 покороче 30 секунд и смотрим как великолепно сейчас отпечатывается отпечатается фольга напомню это fg 036 серебряная арабеска на эми шоп вы прям так и забиваете серебряная арабеска фольга либо фольга голографическая а там уже в поиске и серебряная мелкие кристаллы будут ли вопрос от елены будут ли эфир еще на морскую тему обязательно девочки обязательно сейчас только начало лета сейчас я буду в том числе я уже много провела конечно на морскую тему вы помните очень было много эфира нереальное количество можно конечно еще разок провести так я здесь правда хотела не арабеску отвечать отпечатать а кристаллы ну ладно я перепутала смотрите если вы хотите чтобы отпечаталась прям целиком рисунок вы отпечатываете не кусками а прям вот приложили и разравниваете фольгу пока она не отпечатается смотрите как красиво господи вы видите сохранен полностью рисунок о боже мой как красиво да так ну конечно сюда просится какая-нибудь такая малюсенькая надпись улечка какая-нибудь черненькая конечно же черненькая просто надпись то все больше ничего не надо сюда и что мы берем мы берем потом прайм он великолепно защищает фольгу он великолепно выравнивает если нужно выровнять и самое главное фольга обратите внимание она не мутнеет из-за того что она отпечатана на мультипл гел она теперь так сильно не мутнеет как это раньше было например с черным тюльпаном или например про этот принт-код гель или топ слайдер что вариантов очень много существует техник отпечатывания так вот мультипл там настолько сильная клеевая основа сейчас что вот настолько фольга прилипает что даже на топ она не реагирует она не реагирует так скоро на море морская тематика я думаю что менеджеры наши сейчас смотрят этот эфир и услышат вас и да ну смотрите вариант здесь у меня было с орнаментом весь печется просто абстракция видите здесь как раз такое преломление очень красиво конечно вот минималистично просто черный фон просто черный фон смотрите это принципе пойдет и на каждый день не под какое-то мероприятие да просто короткий черный маникюр многие любят делать черный гель-лак они его делают круглосезонно небольшая длина и тогда этот дизайн не будет смотреться таким знаете слишком обязывающим быть нарядным да просто длину делать небольшой и тогда дизайн будет офигенно смотреться так берем черненький ой я вас приглашаю кстати куда же я вас приглашал нас просто скоро конкурс эми онлайн который будет называться эмми нэйл фест эмми нэйл фест вот и я буду проводить ознакомительно что это за конкурс сколько номинаций какие судьи будут судить завтра в субботу вот но я выложу сюда в готовой готовой в записи 8 вечера наверное вот поэтому завтра к вечеру в контакте обязательно заходите ищите эфир в записи что я скорее всего его проведу инстаграм и оттуда запись просто выложу здесь поэтому кто давно мечтал поучаствовать в конкурсе тем более в эми получить кубок подарки и диплом приглашаю вас на наш конкурс у нас очень классная команда будет судей судей вообще с разных уголков страны и самостоятельные и от компании судей будет очень много независимых судей не только эми судей будут короче вся информация завтра появится здесь на эми офишал ворд где-то восемь вечера так мы наносим снова прайм туп смотрите прайм туп сушим одну минутку и давайте вот вы сейчас посмотрели как арабеска отпечаталась как она выглядит а давайте отпечатаем теперь вот эту катя здравствуйте подскажите когда появится новая цвета база 20 это купила желтый персик очень хочется по моему их уже сделали там просто придрались хотя говорила нафига все и так хорошо было я думаю что через недельку они поступят в продажу мне кажется нерка две там быстро как он кстати вот этот цвет с крапушками ну кстати в инстаграм не была такая реакция здесь это вы увидели мои крапочки так насчет конкурса смотрите девочки мы много лет как бы думали о том чтобы сделать конкурс мне постоянно об этом говорили особенно когда у нас прошла пандемия и начался этот шквал онлайн конкурсов и вот только сейчас я созрела вот уже все готово команда тренеров готова готов полностью весь регламент готова платформа все готово и завтрашнего дня я начну уже об этом рассказывать говорить главные конечно эксперты кто помогает мне сейчас с этим конкурсом это конечно же анна околот она сейчас живет в санкт-петербурге и наталья алтухова наталья алтухова научи сделала много для этого конкурса это дистрибьютор наш саратове саратовская область сейчас я покажу нет это не новая это я пока наколировала этот вопрос сделать такой цвет или нет потому что моим технологом они вообще блестки не любят не любят что такое все более сдержанное а чья любитель чуть насыпать вот и мне нравится вот как вам это мне очень нравится скажите красиво получилось так готова давайте такой прям минимализм делаем в общем завтра будет эфир выложен поэтому завтра прямо заходите после восьми вечера и листайте ленту здесь на имя фишер но я их свою ли лечь личную ленту обязательно вконтакте выложишь везде по выкладываю завтра буду с наташей алтуховой рассказывать вам все показывать по конкурсу мне очень нравится видео так два маска делать 30 секунд он мятный он мятный мне так кажется очень что в этом есть но они меня видите вообще не любители всяких экспериментов как мне нравится почему классно сюда вот эти наши что старые шармиконы вот я уверена что сейчас я посмотрю кстати на остатках эти шармиконы есть а то я знаете их использую сейчас мы откроем так то же самое смотрите прижали и не отрываете прям дожимаете пальчиком гладите разравниваете можете вот такой например копытца взять да и потом только убираете но великолепно же смотреть абсолютно целый рисунок похож на твине да но только твине более белесый был этот чуть чуть более не такой белый да действительно вот и в твине блестящие блестки а здесь матовые они все это абсолютно сейчас везде я посещаю матовым покрыла но в леске матовые они тут знаете какие желтенькие голубенькие и и еще все не помню а нет он такой светло-салатовый голубенькие сиреневый вот так где мой шармикончик любименький сейчас секундочку все равно я их люблю рискать и посмотрю если они на остатках взять взятка думала это есть остатка о есть только может быть не конкретно этот номер а вот этот есть смотрите 179 фразы тут тоже весь вот есть прямо на подложках темных и очень люблю они потом есть хайп номер 180 вот смотрите я им работаю что прикольного смотрите я получается беру и прям делают так чтобы он попал на черный фон черный с черным сливается получается такой эффект красивый и плюс он еще такой знаете эффект минималистично так справа видите вот делается как будто фоном сделали вот сюда прям зашли и закрасили видите как интересно получается все и больше ничего не надо перекрыли фольга блестит офигенно она не испортилась она также блестит рисунок вот как он есть в натуре на фольги не отпечатаны и он точно также сохранился на отпечатке смотрите вы видите объем читается но объем почему я жирно нанесла мультипл гель напомню сегодня мы гламур и фьюжн делаем при помощи мультипл дизайн гель я называют еще клеем практически как клей вот будьте внимательны новый купили фольгу не снимаем дырочку маленькую сделали нужно поработать достали на палитру выложили и крышкой закрыли так значит этот вариант готов беленький сделали и остался у нас вот такого плана вариант очень хочу показать вам эту фольгу она офигенная вот я хочу чтобы вы про нее вспомнили возможно она у вас даже есть если вы эми мастера возможно покупали у нас этот цвет фольги причем она в натуре выглядит не так она красивая только после финиша и это не красный цвет это пурпурная она по-моему так и называется пурпурная сейчас скажу точно сейчас сейчас фольга а нет красное вино господи не пурпурная красное вино это фольга красное вино вот она смотрите мне очень понравилось и до этого случайно испортила смотрите в инстаграм вот реально просто испортила я забыла нанести prime топ и он у меня отпечатался и на мультипл и кусками на цветной гириллак скажите необычно получилось нет этот вариант больше понравился если например делать на какой-то похожий оттенок это наверное все таки так ярковатое такое сочетание да давайте посмотрим вот этот вариант в итоге который более минималистичный берете какой-нибудь похожий по тону именно потом можно чуть-чуть по цвету гириллак вот я например взяла 79 он такой больше виноградный многие кстати за витраж спрашивали как выглядит фольга голографическая под витражом давайте я вот так без фона без ничего мы сейчас просто быстренько сделаем и вы посмотрите давайте так значит сушим гириллак одну минуту и не наносим prime топ чтобы вот этот эффект получить нужно не нанести prime топ грубо говоря испортить надо испортить нужно так кисточку снова возьмем вот эту овальную большую снова нам понадобится мультипл марина досмотри до конца сейчас ты все увидишь как я делаю это вы видите что я здесь специально не нанесла prime топ то что я хочу фольга чтобы еще грязно отпечаталась на сам фон на мультипл она сейчас идеально чисто отпечатается так 30 секунд а здесь я вам сейчас покажу как голографика смотрится под витражом давайте тоже так мазочки сделаем это же 6 30 секунд так не забываем кисть потом помыть евроклинсером не помоете она просто колом встает дубине прям просто как клей высыхает и смотрим это тот вариант фольги когда фольга красивее уже после отпечатывания она полностью не отпечаталась на фон потому что там дисперсия мешает и идеально отпечатывается сплошняком на сам мазу и это как раз яркий пример смотрите того когда мы начинаем наносить финиш глянцевый фольга просто огнем горит такой действительно сильный и красивый винный цвет получается если хотите чтобы был бы такой отдельный кусочек фольги да понятно что перед этим нужно нанести prime топ напоминаю что если мы хотим чтобы вот идеально только там где мультипл гель был и фольга то мы наносим тот же prime топ что он через минуту блестит у него хороший глянец и к нему фольга уже не прилипнет а я забыла отпечатать представляете так ну сейчас я не знаю печатается или нет пересушила мультипл потому что я включила повторно еще раз лампу сейчас посмотрим ну в принципе хорошо так вот он наш кусочек видите какое идеальное чистое здесь конечно просится что нибудь в центре хотя бы может быть беленьким да новый шармяко это слова из новых я их обожаю к чего только нету как вам цвет фольги после покрытия твои на нее когда смотрите на пакетике лежит ну ничего особенного да ну какой-то винный цвет и не очень блестящий а когда видите отпечатали нанесли топ prime топ будет 100 миллилитрах вопрос хороший так давайте сейчас витражи давайте возьмем вот так вот розовый витраж синий витраж и желтый давайте смотреть так но я предлагаю знаете что прежде чем делать витраж давайте защитим фольгу сначала нанесли защиту сушим тогда сейчас и витраж ляжет по-другому он аккуратнее ляжет красивее все и теперь можно будет сейчас нанести витражек так еще рассмотрим видите когда цвет в цвет идет фон более минималистичный уже не так вульгарненько да вот а здесь вот видно такими мазками тоже прикольно но ярковато особенно когда розовая подложка великолепная просто фольга еще раз напомню фольга называется красное вино фольга называется красное вино вы и мешок заходите и вот прям так и забиваете так что давайте поехали сейчас посмотрим тоже такая старая техника очень часто с ней работаем так здесь можно прям чтобы за границу выходила специально давайте только не синий сделаем фиолетовый фиолетовый вот так будет лучше да кто там писал про витражный забыли еще ну мы так часто очень вот у нас много есть обучающих курсов где с текстоном вот этот эффект мы применяем вот пожалуйста фольга голографическая смотрите можно понятно что на весь ноготь но вот мне нравится как абстракция не на весь сейчас хорошо взять например и какие-нибудь шерми кончики новые приклеить вот давайте вот эти веселенькую тему так если мы хотим веселенькую что нам нужно теклас нанести так слушайте текласа нет под рукой поэтому возьму прайм и сейчас еще шерми кончик прям дополнит эту историю в общем я вам сегодня напомнила за фольгу голографическую за сложные оценки фольги что их много и на эми шоп в том числе возможно у вас что то есть вот но прежде чем на клиенте делать проверьте потому что я не знаю как другие оттенки фольги других фирм отпечатываются наша вся фольга офигенно отпечатывается на prime talk даже голографика вы сейчас это только что видели так ну давайте что-нибудь присобачим и денег вот так может использоваться в том числе голографическая фольга вот поэтому напомнили спасибо что напомнили суши купила доступ курсов всего за 500 большая отдача Катя спасибо за такую возможность о курсы которые я записывала свое время это я знаете как делала такую библиотеку эми по курсам я прям садилась я помню у меня заняло это целый год и то я все так курсы некоторые не записала я знаю что я так и не сделала курс у меня был комбитер я его так и не сделала потом еще какой-то у меня был курс тоже у меня так руки не дошли курсы объемные сейчас такие уже курсы никто не записывает вот да ну и я сейчас сама такие курсы объемные не записываю сейчас мы для эми арт пишем курсы там максимум там ну 5-7 типсов раньше я писала курс так это там знаете 40 уроков 40 вариантов там 30 вариантов 15 вариантов так спасибо большое всем за внимание еще раз напомню завтра буду вести эфир в инстаграм и запись сюда выложу этого эфира уже в записи я буду рассказывать вам о том как принять участие в конкурсе онлайн конкурсе это эми нейл фест это большой онлайн проект масштабный очень много судей большое количество номинаций там огромный призовой фонд поэтому приходите вернее не то что приходите а вы завтра заходите сюда после восьми вечера где-то восемь девять вечера эфир должен был должен быть будет выложен надеюсь но если не тогда уже в понедельник все всем пока пока